Доброе утро, коллеги! С вами Исааков Роман и это ежедневный обзор основных инструментов валютных пар индексов на предстоящий день. Пятница, 20 июля, подходит у нас к концу очередная торговая неделя и сейчас мы посмотрим, с чем у нас завершается данная торговая неделя. От себя хочу добавить то, что я буду находиться в отпуске в ближайшие две недели и мы с вами возобновим наши обзоры, наши стримы уже начиная с начала августа. Итак, смотрим пару евро-долларов. По паре евро-долларов тенденция нисходящая сохраняется. Вчера обновили локальный минимум, дошли до уровня 1.1575. Следующая цель по снижению это область 1.1486-1.15. На текущий момент тенденция нисходящая сохраняется. Важный разворотный уровень располагается на максимальные значения, которые были зафиксированы 17 июля. Ну и пока торгуемся ниже данного уровня, тенденция нисходящая сохраняется. По паре британский фунт и американский доллар также тенденция нисходящая в приоритете. Цели по снижению это область 1.2830. Ближайший разворотный уровень здесь находится чуть ближе, чем по паре евро-доллар. Он располагается на текущий момент на максимумах вчерашнего торгового дня, который был зафиксирован по цене 1.3083. По паре американский доллар и канадский доллар сохраняется. Тенденция восходящая. Вчера обновили локальный максимум. Сегодня также торгуемся вблизи максимальных значений за последние несколько недель. И обновление локальных максимумов открыт предпосылки движения в область 1.3415. Туда сейчас пара и движется. Ближайший разворотный уровень располагается на минимальные значения, которые были зафиксированы вчера по цене 1.3158. По паре американский доллар и японская иена вчера во второй половине торговой сессии мы увидели движение нисходящего. Закрылись фактически ниже открытия, что дает некие предпосылки на вероятность смены восходящего движения на нисходящего в рамках часового таймфрейма. Что будет говорить о начале коррекционного движения. Но пока все остается в рамках. После ухода ниже уровня 112.23, это минимальные значения, которые были зафиксированы на прошлой неделе, мы не получили пока закрепление ниже данных уровней. И, собственно, сейчас все будет зависеть от того, сможет ли цена закрепиться ниже минимумов, которые были зафиксированы вчера по цене 112.06. Если цена сможет уйти ниже данного уровня, то в этом случае будем ожидать начала коррекционного нисходящего движения. Ну а если сегодня удержимся над этим уровнем, то, собственно, пока отмены восходящего сценария не последовало. Поэтому общее направление сохраняется восходящее движение на отметку 113.20 и 113.94 соответственно. По паре австралийский доллар и американский доллар сохраняется тенденция нисходящая. Цель по снижению этого области 72.94, ближайший разворотный уровень находится на максимальном значении вчерашней торговой сессии, который был зафиксирован по цене 74.23. По паре еврофунт сохраняется тенденция восходящая. Давайте посмотрим на более крупный таймфрейм. Там мы подошли в область сопротивления максимальных значений, которые были зафиксированы в начале этого года. Отметка 89.52 и, собственно, сейчас в том случае, если цена преодолеет данный уровень, то дальше будем двигаться по направлению на 90.15. Ну и, собственно, в рамках часового таймфрейма ближайший разворотный уровень пока оставляем на минимальные значения, которые были зафиксированы 18 июля по цене 88.99. Золото продолжает снижаться. Следующие цели по снижению это область 1202-1200 долларов за тройскую унцию. Ближайший разворотный уровень отмечаем на максимальные значения вчерашней торговой сессии, которые были зафиксированы по цене 1229 долларов за тройскую унцию. Если золото сможет закрепиться выше данного уровня, то будем ожидать начала коррекционного восходящего движения. По нефти марки Brent вчера смогли закрепиться выше максимумов, которые были зафиксированы 17 июля, что в рамках часового таймфрейма приводит в фазу восходящего движения и цели по данному движению это область 7603 и 81 соответственно. Данный сценарий восходящий будет актуален до тех пор, пока мы торгуемся выше минимальные значения, которые были зафиксированы вчера по цене 7193, поэтому с точки зрения входа на покупку данный вход имеет место быть. Соответственно, ближайший уровень стоп-лосс располагается либо на минимальных значениях 18 числа, либо на минимальных значениях 19. Соответственно, на минимальных значениях за данный импульс данный стоп-лосс будет выглядеть более надежно. По индексу DAX сегодня с утра мы обновили минимальные значения, которые были зафиксированы вчера. Вчера также цена уходит ниже минимумов, которые были сформированы 18 числа, что в рамках часового таймфрейма дает некие предпосылки на начало вновь коррекционного нисходящего движения по данному активу в рамках часового таймфрейма, ну и цели по снижению ориентировочной от области 12527. Возврат к покупкам будем рассматривать в том случае, если цена обновит максимальное значение, которое было зафиксировано 18 июля по цене 12782. По биткоину на текущий момент тенденция восходящая сохраняется, но в принципе весь рынок криптовалют оживился на этой торговой неделе. И дальше уже будем смотреть, как ситуация будет развиваться. Следующая цель роста – это область 8000 долларов за один биткоин. Ближайший разворотный уровень отмечаем на минимальные значения, которые были зафиксированы 19 июля по цене 7200 долларов за один биткоин. Итак, коллеги, всем спасибо за внимание. С вами был Саков Роман. Как всегда, напоминаю, что если вам нравится это видео, то не забывайте ставить лайк, ваши вопросы писать в комментариях. Ну, а я напоминаю, что мы возобновим наши ежедневные обзоры, наши еженедельные вебинары уже через две недели в начале августа. Всем желаю хорошей торговли и увидимся. Всем спасибо и до свидания.